Мы поинтересовались, как к традиции крещенских купаний относятся тверичане. Собираются ли они окунаться в прорубь, даже в жгучий холод? И что ими движет, жажда острых ощущений или всё же религиозные мотивы? С этим вопросом к ним обратилась наш корреспондент Елена Кандидатова. В последние годы у многих жителей нашей страны сложилось впечатление о том, что крещение — это некий диковинный праздник, сопряжённый с непременным окунанием в прорубь. Однако такой ритуал или даже испытание — это скорее не церковная, а народная традиция. Издревле считали, что такое омовение приносит здоровье на несколько лет вперёд. Но сейчас врачи просят с осторожностью относиться к этому обычаю, потому что такое спонтанное закаливание может сопровождаться большими рисками. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневолжья, готовы ли они окунаться в ледяную воду в мороз. Люди, которые этим занимаются и любят, и своё здоровье укрепляют, на здоровье им, пожалуйста. Нет, я не верующий. Не верующий. Ну а как думаете, это помогает укреплять здоровье? Скорее всего, да, но нужно подготовиться, конечно, к этому. От религии далеки, поэтому я лично не могу ничего сказать. Я к этому положительно отношусь. Я считаю, это хорошая традиция православная. Я думаю, да. Нет, ныряю. Не верю в это всё, но покрещено. Ну не знаю, может быть, чуть-чуть как-то укрепляет. Но, не знаю, мне кажется, не всем. Там, как, в принципе, много есть чего полезное. Как говорят, что что-то там полезное, но оно не для всех полезное. Поэтому сначала надо, думаю, с врачом. Положительно. Но сама уже не могу себе позволить. Но при этом обливать холодной водой каждый день с головой. И всем советую. Светлого праздника. Спасибо. Крещения Господня. Я вообще за пару раз хотела, но не получалось никак. Не рискнули? Нет. Всё же, окунаться в прорубь в крещенские дни или нет, выбор каждого человека. Но важно помнить, что только полностью здоровый и крепкий организм способен перенести подобный экстрим. Праздник Святого Богоявления — это прежде всего светлый день, когда у каждого в первую очередь есть возможность соприкоснуться с духовным, очиститься от грехов и с искренностью поверить в чудо. Продолжение следует...